Друзья, всем привет! С вами Александр и вы на канале Один на Один. Живую в городе Новосибирск и хочу рассказать, чем занимался последние два вечера. Вернее, на что они у меня ушли. Кто смотрит мой канал, знает, что я выполняю различные заказы по услугам графического дизайнера. То есть, это разработка логотипов, аватарок, шапки профиля, визитки, сертификаты, прорисовка 2D уровней для каких-нибудь мобильных игр, ну и тому подобное. И, как говорится, сапожник без сапог. Я сам не оформил себе до сих пор ни один из каналов YouTube как подобает, как должное. Даже вот этот канал, просто я, грубо говоря, взял фоновую заливку в три цвета и просто поставил надпись один на один. Потому что времени нет. Я решил исправить эту ситуацию и думаю, хотя бы игровой канал, там дела с шапкой обстояли гораздо хуже, хотя бы там на виду маленький, но пусть будет порядок. Как обычно, в моей голове возникает вот такой процесс, процесс творческий. То есть, когда тебе заходит какой-то заказ и ты что-то делаешь, ты видишь общую какую-то такую панораму. Общее какое-то есть представление, как что должно выглядеть. Но четкого такого нет, как оно должно быть. Но когда ты это что-то находишь, допустим, ты понимаешь, какой должна быть картинка заднего фона. Но ты не знаешь, какая она именно должна быть. И ты вот их перебираешь, перебираешь, перебираешь. Ты нашел нужную и оп, она встала. Как будто вот пазл встал в картинку. Все четко. Также шрифты. То есть, ты приблизительно как бы, ты не можешь это выразить, какой он должен быть, но ты какое-то общее представление имеешь. И когда шрифт попадает, ты такой, о, вот так вот должно быть, вот так вот круто. Это просто все чувствуется и это на интуитивном уровне. Шапку профиля для YouTube. Я здесь решил сделать акцент на самого себя. То есть, я поставил штатив, сделал несколько фото различных. Посмотрел, какая будет более или менее подходить. И принялся за ее обработку. На ее обработку у меня ушло два вечера. То есть, первый вечер я начал где-то с восьми вечера. И смотрю уже второй час ночи. Думаю, пора спать, ложиться, закругляться. До конца даже не доделал. И второй заключительный этап, когда я доделал, это буквально на завтра. За два часа я доделал основательно. Вот что в итоге получилось. Потом с фонами. Я тоже так думаю, что бы должно быть фоном. Потому что на разных устройствах, к примеру, шапка профиля, она смотрится по-разному. То есть, когда ты смотришь с мобильного телефона, смартфона и прочего, у тебя такое небольшое окошко тебе видно. Полностью оно закрывает. Когда ты смотришь с планшета, более такое широкое. Когда ты смотришь, к примеру, с компьютера, тоже такое длинное, узенькое. А когда ты смотришь с телевизора, там уже вот такое вот большое. Поэтому нужно, чтобы и большой фон. То есть, когда ты смотришь с компьютера, или с планшета, или с телефона, вот этот большой фон не видно. Но вдруг кто-то будет смотреть с телевизора, и надо, чтобы этот большой фон был. Поэтому я думаю, на задний фон, что бы сделать такое. И сделаю я какой-нибудь такой футуристический город. Футуристический город будущего, такой своеобразный. Искал картинку в интернете, нашел, думаю, вот она мне как раз и подойдет. Посредине, думаю, будет какая-то у меня просто полоса. И она будет с цветной какой-нибудь заливкой, на которую я буду как раз и клепать. Клепать вот себя обработанного. В программе CorelDRAW, кстати, я работаю программой. Это векторная графика, работа с векторной графикой. Я в ней работаю. Мне она больше всего нравится. В итоге выбрал такой фон, фон заливки. Вот этого прямоугольника, такого синего-черный. От синего, переходящий в черный. То есть, там было много разных вариантов. И красный, и зеленый, и какой-то белый, и черный. Но мне более вот этот как бы привлек. Я думаю, о, вообще будет смотреться круто. И шрифт. Шрифт тоже. Я не знаю почему, но вот этот шрифт, вот этот такой курсивный красивый шрифт, он мне прям очень-очень нравится. И его я очень часто много где использую. Цвет желтый, почему-то тоже. Я сразу понимаю, что если что-то темное, то там должно быть что-то светлое, чтобы контрастировать. И, конечно же, цвет шрифта, он будет желтый. Ну, не желтый, а светлый. Но в итоге я остановился на желтом. Ну, не знаю, ну, захотелось-то. Также подумал, чего-то, блин, не хватает. Добавлю я этому шрифту небольшое такое свечение в виде тени. Добавил тоже, с ней поиграл. Поиграл с цветом, с тенями, с направлением и прочим. Ну, и оставил вот так, как вы видите сейчас на данном этапе. На мой взгляд, получилось круто. Не знаю, кому как, но мне действительно очень и очень нравится. Кстати, еще вот, что хочу сказать. Кому нужно какое-нибудь оформление канала, там, шапка на YouTube, логотип, аватарка, визитка, рисовать 2D уровень для какой-нибудь компьютерной игры, мобильной. Не важно, что по графическому дизайну, хоть даже разработать принт, с которым вы потом пойдете в полиграфию. В полиграфию, в полиграфию. Не важно, и вам нанесут на футболку, на кружку, хоть куда. То есть, все это я могу легко, быстро сделать в короткие сроки. А так как я законопослушный гражданин, то, конечно же, я оформлен как самозанятый. Если нужно, я вам даже чек электронный предоставлю, который через мои налоги будет выписан. Поэтому, друзья, если кому что нужно, обращайтесь. Я всегда на связи. Ссылки на мои соцсети, они в описании к видео идут. Благодарю всех за просмотр. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok